Всем привет! Сегодня у нас очень необычный мастер-класс. Он посвящен, можно сказать, такому интегрированному скрамбукингу декупаж. В том, как имея в арсенале материалы для микс-меди, можно декупажить вот такую вот салфетницу. Значит, что у меня по материалам? Во-первых, я хочу попробовать использовать вот такую красивенную карту от Сильбекора с шиповником. Я давно на нее глаз положила. Помогут мне осуществить мою задумку вот такие вот три баночки. Это продукции Scrap Ego. Выбрала их не случайно, потому что знаю то, что я задумала, 100% у меня получится. Значит, у меня тут текстурная паста, гель медиум глянцевая и геса. Также, как дополнительный декор, у меня будут вот такой вот чипбард. Это компания Вудшик. И вспомогательные материалы. Трафарет, губка. Такая губка продается в строительных магазинах. Она бывает разная. У меня, по-моему, тут нулевка, а тут единичка. То есть, мне очень удобно затирать именно шероховатости. Она очень аккуратно все стирает и плюс удобная по форме. Также у меня есть вот такой вот зажим. Как видите, он немножко уже покрашен. Я расскажу, как сделать бюджетный спонжик для работы с любыми лакокрасочными материалами. Этот, в принципе, прием знают все докупажники. Я вот не знаю, с грабутери знают или не знают, но это очень удобно. И такой спонжик делается за буквально там пару секунд, и он всегда может быть у вас под рукой. То есть, надо тратить деньги, заказывать в магазине, чтобы что-то прочпукать. Итак, что мы с вами в первую очередь сделаем. Я разберу нашу заготовку. Теперь берем джесса. Как оно, в принципе, должно правильно читаться, у нас она называется джесса. Вот показываю, для чего зажим служит. Я взяла кусочек обыкновенной губки. И вот мы ее вот так вот зажимаем и получаем спонжик. Как видите, этой губке очень крупная такая вот фактура, крупные дырочки. Это не очень на самом деле хорошо при нанесении разных, особенно базовых поверхностей, потому что будет ложиться или краска, в том же случае, и герцесса неравномерно. Лучше всего мелко-пористую губку, но у меня ее, к сожалению, нет. На кухне только это оказалось. Но так как у меня есть определенная задумка по поводу салфетницы, это, в принципе, мне не помешает никак. А так вот хотела бы обратить внимание ваше, что берите мелко-пористую губку. Как видите, из-за того, что вот то, что я вам и говорила, губка с крупными дырочками такими, гесса наносится неравномерно. Вот. Если бы я носила губкой другой, то было бы более ровно красивое покрытие. Видите, у меня такое вот немножко бугристое. Я не буду занимать ваше время. Я сейчас эту сторону просушу феном. Потом переверну заготовки. И с другой стороны тоже покрою гесса. И опять же просушу. И мы с вами продолжим уже работу с готовыми заготовками. Ну, вот видите, как я и говорила, гесса неравномерно покрыла наши заготовки. Неравномерно я сейчас вот так вот очищаю абразивное блюдо. Ну, вот, собственно, все. Я задумала салфетницу таким образом, что с одной внешней стороны у нее будет изображение шиповника, а с другой текстурная поверхность в виде дерева. И сейчас мы это с вами будем все осуществлять. Вот такой вот у меня очень красивый трафаретик. Для этого я беру текстурную гладкую пасту. Субтитры сделал DimaTorzok Одна декоративная сторона у нас готова. А теперь мы с вами займемся рекупажной картой. Так как салфетка у нас не очень крупная, то я выбрала вот эти вот ягодки более мелкие для нее, которые мы сейчас решим. Так как салфетка не очень крупная, то, соответственно, я выбрала вот эти вот ягодки, которые мы сейчас будем наклеивать на нашу салфетницу. Ну вот, собственно, и все. 5 слоев я нанесла. Последний слой я наносила медиум при помощи жесткой кисточки, чтобы у меня остались следы при высыхании. Так как у меня салфетница задумана в таком деревенском стиле, мне очень хотелось ее сделать нарочитой губоватой. Дальше мы с вами поступаем, как и при любой работе микс меди. То есть мы можем взять с вами спрей и покрасить наши заготовки. Я не буду этого делать, я покрою наши заготовки вот такой вот морилкой. Я ее очень люблю и мне нравится ее эффект. Она потрясающе ложится на текстурную пасту. Вы это увидите уже при просмотре готовой работы. Также я немножечко поработаю с изображением. Я хочу сделать набрызг на нем. Также я обработаю края нашей салфетницы, чтобы они выглядели более аккуратными. Ну и, собственно, все. Надеюсь, мой матер-класс был для вас полезен. До скорых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Пока-пока! Продолжение следует...